Мысли Сатана закидывает. Он никогда не скажет, что это мои мысли. Когда он думает, он думает, как будто твоими мыслями. У каждой мысли есть генеральная миссия. Эта цель заключается в том, чтобы быть оплодотворенной чувствами и материализованной в физическом мире. Бог встречается с тобой на территории мечты. Что такое дух обольщения? Что такое дух обольщения? Дух обольщения, друзья, это демон который подходит к тебе и ведет себя так, как твой друг. Ведет себя так, как будто бы хочет тебе помочь. Ведет себя так, как будто бы он есть от Бога. Дух обольщения всегда выдает себя за дух от Бога. И если вы не будете в постоянном учении, дух обольщения придет рано или поздно. И обольстит тебя в чем-то. И ты попадешь в сеть. Вы меня все слышите или нет? Вы должны знать что Сатана лжец и Отец лжи. Сатана лжец и Отец лжи. Помните это? Это патрица лжи. Помните, Сатана, патрица лжи. Мерзкий дьявол, круг Иисуса Христа, уберет свою воду из этого места. Я вам сегодня говорю, что в ваша жизнь мы благословены во Христе Иисусе. Но если ты вот здесь неправильно научен, неправильно наставлен, если здесь у тебя неправильные картины, неправильные ожидания, что такое ожидание? Ожидание, друзья, это пророческое состояние. Когда ты начинаешь чего-то ожидать, картина сама всплывает. Так или нет? Сама всплывает. Страх, он сам всплывает. Я права или нет? Страх, он сам всплывает. И знаете что? Когда он повторяется много раз, и сознание, он проваливается в подсознание. То есть дух человека. Дух человека принадлежит четвертому измерению. А четвертое измерение контролирует третье измерение. Вы меня все слышите или нет? Значит, все, что ты думал, ту картину, которую ты видел, то, чего ты боялся, то тебя и постигнет. Теперь послушай. У каждой мысли о мысли мы образами. У каждой мысли есть генеральная цель у каждой мысли есть генеральная миссия. Смотрите, эта миссия, эта цель заключается в том, чтобы быть оплодотворенной чувствами и и материализованной в физическом мере. Кто-то меня слышал сейчас? Вы думали, вы просто думаете? Нет. Нет. Мысли Сатана закидывает. Он никогда не скажет это мои мысли. Когда он думает, он думает как будто твоими мыслями. Он посылает к тебе людей, которые собьют тебя. Он посылает к тебе людей, которые тебе отравят тебя. Которые разрушат твою веру. Он напугает тебя через что-либо. И послушайте, знаешь, что вы говорите? Один раз у тебя не получилось. В бизнесе, второй раз не получилось. В деньгах. Третий раз не получилось. А четвертый раз. И на четвертый раз. Я тебя спрашивать не буду, ты уже веришь в это? Потому что ты уже научен верить неправильно. Потому что ты уже научен верить неправильно. И через эту веру демоническую приходят бесы. И они приходят и демонии как через портал. Они заходят в твою жизнь и начинают командовать. И начинают командовать. Начинают наводить свои порядки. Вы даже не представляете что они делают. Однажды у меня был случай. Однажды у меня был случай. Мы с Викторией приехали в Крым. В Крыме. Было утро. И вдруг звонит помощница моей сестры. И говорит, твоя сестра и мне говорит, твоя сестра она старше меня на шесть лет. Она старше меня на шесть лет. Она умирает. Она стекает кровью полностью. Она стекает кровью полностью. И она лежит уже без сознания. Она говорит, пастыр, я не знаю что делать. Я вызвала скоро. И говорит, пастыр, я не знаю что делать. Я вызвала скоро. Вот эта самая дорогая, платная. Попробую которая более costosa что есть. Они летят. И станы корренды. Но шансов нет. Она мертвая. И вдруг сестра приходит в себя. И вдруг сестра приходит в себя. И она ей дает трубку. И мы с ней прощаемся. И мы с ней мы с ней мы с ней мы приветствуем. И я думаю, пять лет назад я потерял маму. И я думаю, пять лет назад как оно спирит для смерти наполнил это место. И я пошел на улицу. Чтобы выгнали машину я сел и быстро летел на Днепр. Слушайте что было. Пока я ждал машину я вошел в четвертое измерение. Что это значит? Я нарисовал образ ярко выраженную картину живую как я стою над своей сестру сегодня вечером и она живая и она улыбается мне и говорит все хорошо Вовочка но это невозможно но я переступил через то что видят мои глаза я еще раз вам говорю я переступил через то что видят мои глаза и уверовал в то что было просто в моей голове больше я не сказал за это ни слова никому мы летели на Днепр мы летели на Днепр представьте в скорой помощи уже не было давления не было ни чего она была мертва и когда они ее везли и когда они сами эти парамедики или как их называют и 118-тисты они говорят они говорят а вдруг довезем еще но говорят в реальности и вдруг в один момент у нее появляется давление послушайте я захожу прямо в реанимацию туда нельзя заходить но в Украине можно я захожу прямо в реанимацию лежит моя сестра и я подхожу смотрю на нее и я вижу ту же картину которую я видел утром один в один цвет кожи глаза улыбка и именно эти слова все хорошо Вовочка Владимир запомните наставления веры о которой учат Библия в котором двигался Авраам в котором двигался Иаков в котором двигались все мужи Божьи когда ты начинаешь видеть мечту когда ты начинаешь видеть мечту Бог встречается с тобой на территории мечты дьявол 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 Богуславо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья и партнеры, наше сердце наполнено благодарностью и любовью каждому из вас Спасибо за ваши молитвы! Мы благословляем вас и ваши семьи! Пусть мир Божий наполнит ваши сердца! Этот прекрасный саммит, который стал ответом для миллионов людей, вышел благодаря вам, дорогие партнеры! Это был не просто саммит, а было обрушение его славы в зал и на каждого, кто был онлайн по всему миру! Сколько людей, которые пережили реальное прикосновение Бога, родились заново, сколько получили исцеление от болезней, от смертельных приговоров, сколько людей, которые встали с инвалидных колясок, и мы каждый день слышим свидетельства Божьей славы! Если ты еще не партнер, я призываю тебя, помолись Господу и прими решение стать партнером! Благодаря тебе, видение, которое дал мне Бог как апостолу, принести Евангелие и Божие присутствие в каждый дом на планете, будет возможно осуществить с помощью твоей финансовой поддержки! Я благословляю каждого человека, кто решил стать партнером! Мы хотим, чтобы вы знали, мы любим каждого из вас, мы молимся за каждого из вас! Чтобы стать партнером, посетите наш сайт или напишите нам. Пусть Бог укрепит вашу веру! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова